так ну смотрим chevrolet круиз готовый к покрасочке перечистили мы корло бордюр и бампер передний сейчас я вам покажу так вот оно переднее крыло наша задача не лезть до конца краской у нас краской будет где-то вот так обрываться красочка чтобы сохранить родной цвет машины потому что на таких деталях когда стыкуется крыло с дверью очень можно попасться на цвете потому что тут должна досконально подбором быть но у нас подбираете неплохо красочку могу сказать хорошо но все равно цвет проблематичные лучше не рисковать где-то может как на каком-то углу будет отличие может быть может и не будет так смотрим сейчас мы обклеим крыло закроем вот эту часть клипса называется куда бампер защелкивается проклеим скотч по кантику крыла потом здесь наклеим скотчик чтобы вниз туда не летел и здесь закроем здесь открываем дверь открываем дверь проклеивается скотч на крыло вовнутрь крыла с выступом сюда скотча закрываем обязательно дырку под поворотник потому что здесь отсюда может пыль вылететь и идет когда как правильно сказать сопротивление воздуха когда он попадает дырку здесь вероятности маляра делают потеки чтобы это избежать лучше заклеивать эту дырочку так много рассказывать не буду сейчас еще бордюр покажу бордюрчик а тут мы кинем гравитекс все покажу смотрим зачистили вам обрывать вот по это внутреннее ребро здесь сделаем микро такой карманчик может сейчас трезачком поднимусь вот так посмотрим так но так по порогу все понятно тут кинем гравитекс все будет в идеале так что смотрим так скотч я наклеил все у меня готово к обклейке бумагой сейчас я вам покажу как получилось у меня обклеить смотрим бордюр трезачком я все-таки поднялся до вот этих пор в проем я наклеил поролон так здесь я тоже наклеил скотч чтобы оттуда пыль и туда днище не затиралась краской так идем крылу смотрим крылышко скотч как я говорил проклеиваем поторчик у крыла здесь здесь закрыли поторчик у крыла так все хорошо здесь вовнутрь крыла все теперь накидываем бумагу ну бампер у нас уже обклеены тут практически ничего не отклеивалось так маленькие формальности так ну смотрим сейчас бумагу накинул так хочу еще заметить не пытайтесь никогда сразу наклеить по быстрому бумагу со скотчем это качественно не получится лучше сначала обезжирить качественно и потом наклеиваем скотч просто проще тогда работать ты работаешь со скотчем а потом скотч когда уже приклеены ты работаешь с бумагой бумагу крутишь вертишь как тебе хочется как по кайфу и все оно быстро все делается когда уже рука набитая очень все быстро делается так что смотрим как выглядит отклеенная бумага смотрим покажу вам один нюанс покажите не заклеил на скотч мы приклеили бумагу и теперь сюда мы наклеиваем скотч вот так вот должно быть когда вы скотч проклеили это все идеально как то так так смотрим сейчас я вам покажу кинул первый слой парадщика как его называют антигравий смотрим боди 950 вот такого пистолета я кидаю хорош мне он нравится неплохого качества я он чуть-чуть идет густоватый я его разбавляю обезжиркой обезжиркой я пользуюсь это как она называется акзонопель вот так смотрим вот первый слой первый слой я чисто пятно перекрыл а второй слой я растяну чуть дальше будет похоже покажу сейчас второй слой и так нанес второй слой антигравия сейчас покажу вам и покажу один нюанс как сглаживать переход потому что я его не полностью этим антигравий он сильно грубоватый на кузове лежит чуть-чуть помягче чтобы его сгладить я вам сейчас покажу чем я сглаживаю сейчас сначала я покажу свой а потом покажу чем сглаживаю смотрим вот у нас так лежит антигравий все красивенько а теперь покажу вам чем я сглаживаю чтобы был более-менее мягкий переход и не было видно что тут вообще что то делалось мы используем в баллончике антигравий ну тут у меня такая фирма вы можете взять того же боди еще какие есть производители я пользуюсь таким на данный момент и я вам сейчас покажу его я сейчас дам выдержку 5 минут и покажу как сглаживать даже не 5 а минуты 3-2 смотрим ну и смотрим как я буду сейчас сделать переходик по гравитексу мягенький смотрим разбрасываем его плавно ну а теперь смотрим мягенько плавненько все лежит так что как то так используйте такое антигравий хотите не используйте я делюсь своим опытом как оно получается там решайте сами ну теперь смотрим по красочку будем красить базой смотрим итак смотрим нанесли первый слой базы нанесли два слоя базы смотрим видите как гравитекс четенько ровненькая граница уже почти перекрыло еще третий слой и будет четенько вот мы видим как испаряется распавитель с краски краска мотуется смотрим крылышко шпаклевалось рифтовалось идеально кантики все ну четенько все нету ни ямки ничего все идеально смотрим далее все все слои не будут может придется и четыре может три с половиной слоя кинуть три еще пол припылочный не знаю сейчас посмотрю как после третьего будет покажу уже как будет залачено итак смотрим как получилось крыло лак растекся идеально смотрим бампер И смотрим порог. Одинаково везде гравитекс лежит.